МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Достижения есть, но работу надо продолжать. Итоги работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока подвел Юрий Трутнев на совещании с главами регионов. В автопарке прибыло, областные спасатели получили новые единицы спецтехники. Эпидемиологические пороги не превышены и соответствуют многолетним значениям. Главный санитарный врач ЯО дал комментарии по укреплению иммунитета. Борьба за чемпионское звание в Биробиджане прошел чемпионат ЯО по волейболу среди женских команд. Итоги работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2023 году подвели в ходе совещания под председательством полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Участие в мероприятии приняли главы всех 11 дальневосточных регионов. Как сообщил полпред, наш федеральный округ устойчиво опережает среднероссийский уровень по целому ряду показателей. По таким, как промышленное производство, добыча полезных ископаемых, объемы строительных работ и ввод жилья. Особо отметил Юрий Трутнев уровень инвестиций в основной капитал. Здесь у нас результаты неплохие. Самое главное, что нам удалось добиться, это в условиях санкций продолжить привлечение инвестиций, продолжить реализацию большинства проектов, которые на Дальнем Востоке реализуются. Это важнейшая часть нашей работы. Юрий Трутнев напомнил участникам совещания, что все эти результаты не сверхдостижения, а путь к выполнению задач, которые поставил президент. Десять лет назад Владимир Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на всё столетие. И правительством России были утверждены основные подходы к развитию территорий, которые охватили уже 18 регионов Дальнего Востока и Арктики. Реализуются инвестиционные проекты на 9,5 триллионов рублей. Запущены нацпроекты и президентская единая субсидия, за шесть лет существования которой построено почти две тысячи объектов – от спортивных площадок до сложных медицинских комплексов. Никита Натапов, Новости, 21. Новой спецтехникой пополнили автопарк областных спасателей. Ключи водителям вручили в торжественной атмосфере при выстроенном личном составе ведомства. В распоряжение спасателей поступили две машины. Высокопроходимая автоцистерна, оборудованная пенобаком на 360 литров, способна доставить к месту происшествия пожарный расчет в кратчайшее время. За счет данной автоцистерны у нас будет повышен уровень оперативно-тактических возможностей наших пожарно-спасательных подразделений в рамках реагирования на все возможные происшествия, в первую очередь связанные с пожарами. И вторая единица автомобиля – это дальномер на базе КАМАЗа, который позволяет работать в составе аэромобильной группировки для доставки различного вещевого имущества, необходимых средств и материальных ресурсов для ликвидации различных социально значимых происшествий и черчайных ситуаций. Поступившие на вооружение автомобили и современные образцы оборудования позволят еще эффективнее выполнять поставленные перед противопожарной службой задачи. Андрей Кирюшин, Павел Славин, Новости 21. 13 случаев заражения гриппом зафиксировано в ЯО на прошлой неделе, но общий уровень заболеваемости ОРВИ находится в допустимых пределах. Вместе с тем увеличилось количество обращений и повысилась выявляемость вируса COVID-19. За третью неделю января выявили 32 случая заболевания. В группе риска по-прежнему пожилые люди возраста 65+. Ковид никуда не делся и не уйдет пока. Он как есть, так и есть. И в этот эпидсезон он осложнен тем, что, как и в прошлом, в принципе, осложнен тем, что циркулирует сразу и ковид, и грипп, и очень достаточно активно. Наибольшее число заболеваний в этом эпидсезоне вызвал штамм гриппа H3N2. К счастью, он был включен в трехкомпонентную вакцину. С сентября по декабрь 2023 года проходила активная прививочная кампания, которая дает ощутимые результаты. Медицинские работники провели колоссальную работу. Они ежегодно ее проводят. И в этом году провели, по данным Департамента здравоохранения, у нас в области привито практически, если округлить, 73 тысячи человек, из которых 22, ну, можно сказать, с хвостиком – это дети, остальное – это взрослое население. Таким образом, вакцинация населения от гриппа в ЯО достигла практически 50%. Напомним, что грипп зачастую может привести к необратимым последствиям вплоть до летального исхода. По этой причине вакцинация от вируса становится практически жизненно необходимой. Но пик заболеваемости ОРВИ и гриппом еще предстоит. По прогнозам, заболеваемость возрастет в конце февраля-начале марта. И готовиться к неблагоприятному сезону необходимо уже сейчас. Это комплекс мероприятий. В первую очередь, это начало, это иммунизация. Затем употребление, опять-таки, чеснока, лизи, цинт, лук, больше овощей, фруктов, можно витаминные комплексы использовать. Свежий воздух, прогулки, занятия спортом, меньше стрессов. Это тоже, кстати, на самом деле влияет на распространение инфекции. Павел Копылов отметил, что именно ослабленный иммунитет больше всего восприимчив к вирусам и инфекциям. Поэтому, соблюдая несложные правила, можно оградить себя от серьезных последствий. Вячеслав Пасманик, Богдан Патрин, Новости 21. Чемпионат еврейской автономной области по волейболу среди женских команд прошел на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Воин» в Биробиджане. Сражались девушки за титул чемпионов 2023 года. В прошлом году волейбольная программа у наших команд была очень насыщенная. И игры в рамках чемпионата было решено перенести на начало текущего года. Сегодня у нас играют девушки из 5 команд, из нескольких муниципальных образований. Преимущественно это города Биробиджана, Биробиджанский район, Смедовический район, команда Прямурского государственного университета, спортивная школа города Биробиджана. Все эти команды раньше неоднократно встречались друг с другом на площадке в рамках различных соревнований. Несмотря на это, игроки отмечают, что уровень как своих команд, так и соперников постоянно растет. Могу сказать только про команду «Легион», потому что с ними все еще сложно играть. Но уровень поднялся всех команд. Прекрасная игра. Я первый раз играю за взрослых и мне очень нравится. В итоге напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом. Бронза у команды «Бридер» Биробиджанского района, на втором месте волейболистки Смедовического района, а звание чемпионов 2023 года заслужили спортсменки команды «Бридер» Биробиджана. Мужские команды встретятся в борьбе за звание чемпионов уже в следующие выходные. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости 21.